Вчера в выпуске мы рассказывали о победе миасского боксера Константина Пономарева на ринге Международного фестиваля единоборств «За Россию», прошедшего в Челябинске. Накануне чемпион провел пресс-конференцию и встретился с юными воспитанниками миасской школы бокса. Какие вопросы интересовали подрастающие поколения и что на них ответил Константин, расскажем в следующем сюжете. Такие встречи с юными боксерами стали доброй традицией. До и после важных боев Константин Пономарев встречается с юными воспитанниками городской школы бокса. Отсюда свой путь начинал и ныне титулованный спортсмен. Вот и на сей раз, спустя пару дней по завершению боя, за подтверждение чемпионского звания, Костя вновь в этом зале рассказывает о своих спортивных достижениях. Бой был нелегкий, так же и соперник, конечно, ко мне готовился, видел мои бои. Так сложилось, что я попал ему в пятом раунде и еще и по голове добавил удар в корпус. И тренер так решил, что уже хватит и пора выбросить полотенце. Напротив него десятки мальчишеских глаз, а рядом с ним те люди, которые поддерживают спортивные достижения Константина и помогают его становлению в профессиональном боксе. В их числе исполняющий обязанности главы МИАСской администрации. Евгений Степовик заострил внимание ребят на то, с кого теперь им нужно брать пример. Он еще раз подтвердил то, что в МИАСе с такими тренерами можно добиваться мировых результатов. И показал вам, как можно добиться самой наивысшей награды. Евгений Степовик вручил также благодарственное письмо за воспитание титулованных спортсменов первому тренеру Косте Юрию Кондратьеву. Но главный подарок от администрации города еще впереди. По словам Евгения Анатольевича, выделены дополнительные суммы в размере 150 тысяч рублей на командирование спортсменов в другие города, а также 100 тысяч рублей на приобретение боксерского инвентаря для спортзалов. Эту весть юные боксеры приняли с воодушевлением. Игорь Каблуков, Александр Лядов, программа 24 МИАС.